А великая тайна, тайна веры. А с верой возможно все. Есть такая притча, которую написал Лев Толстой. Разошелся слух молба по всей стране о чудесах. Которые могут творить старцы-отшельники. Людей исцелять, разные чудеса творить, по воде ходить. Что едут к ним паломники со всех весей и городов. И решил сам Архимандрит увидеть и пообщаться с ними. Сел он на корабль и прибыл к острову, на котором жили старцы-чудотворцы. Предстали перед ним три старца. Борода белоснежные, длинные, глаза учезарные, чистые, такие, что все потаенные мысли могут прочитать. До глубины души достать. Архимандрит спрашивает их. Поделитесь полюбезно и своими тайнами. Ну что тебе сказать, батюшка? Хочешь, молитву тебе споем? И запели хором. Трое нас, трое вас, Господи, помилуй нас. Что за молитва такая, разгневался Архимандрит. К святой троице обращаемся с верой батюшка. Еще пуще осерчал Архимандрит и стал учить старцев, какие молитвы надо читать, чтобы Господь их услышал и рассказывать об истинной вере. После чего с легким сердцем отправился в обратный путь. Плывет, а сам думает. Вот тебе и молва, вот тебе и старцы, чудотворцы. Чего люди только не придумают. Не надо было слушать. Вдруг видят, а вдалеке что-то виднеется и приближается к кораблю. То ли чудится, то ли и нет. Бегут следом за кораблем по воде старцы и кричат. Батюшка, прости, забыли. Стали молиться, а в голове только наша молитва, а твою запамятовали. Повтори для нас еще раз. Да Господь с вами, видна и ваша молитва и вера Богу угодно. Коль по воде ходите, яка по суху. Спасибо, батюшка. И правда, мы уж так привыкли. И получается же у нас все. А мораль сей притчи такова. Истинная вера не в словах живет, а в душе. Если есть вера в душе и намерения ваши чисты, тогда вы сможете создать для себя абсолютно все, что захотите. Важна не форма, а суть. Если у вас карман пуст, но вы обладаете верой, вы станете богатым. Если пока нет веры, просите помочь вам обрести ее. Другого пути нет. По вере вашей дано будет вам. Вера – это осознание того, что есть могущественная сила, которая создала этот мир. А также каждого человека знает и может все и способна всегда помогать нам во всем. И все, что нам необходимо сделать, это обратиться за помощью к ней и действовать через наши мысли, слова и воображения. Она будет помогать нам творить нашу судьбу. Каждый человек рождается с божественной искрой. И чем теснее связь человека с духовной энергией, тем больше человек счастлив, спокоен, любит себя и жизнь. К сожалению, с течением времени эта связь ослабевает. И если человек ее не поддерживает, он начинает забывать о своей духовности и теряет с ней связь. Эту энергию называют по-разному. Духом, бесконечным разумом, космической силой, Высшим Я, интуицией, жизненной силой и так далее. Когда человеку удается восстановить связь этой силы с своим Высшим Я, своим духовным наставником и партнером, о нем говорят, что он обрел поддержку и опору в своей душе. И он больше не ищет чего-то из мне. В его душе зажигается свет, который освещает ему путь. Такой человек чувствует и понимает себя, и сам может оказать поддержку и быть опорой другим людям, потому что он становится гармоничным и счастливым. И у него появляется шестое чувство – интуиция, которая подсказывает ему истинный смысл его жизни и помогает открыться его талантам и способностям. Если нет веры в душе и в сердце, то жизнь наполнена беспокойством, тревогами, страхами и сомнениями. Все мы являемся частью мироздания, частью Вселенной, точно так же, как вся природа, воздух, звезды, дома, машины, все блага, в том числе деньги и все изобилие. Все в жизни взаимосвязано и взаимозависимо. И осознание этого факта ведет к доверию жизни и той силе, которая создала нас. Как говорит самый богатый человек в мире Билл Гейтс, возможно, но никогда нельзя будет узнать наверняка, что Вселенная существует только для меня. Если это так, должен признать, что она здорово на меня работает. Работает – это главное. И, как сказал один Теорсов, единственное, что имеет в природе вес – это закон притяжения. Но если камень подбросить высоко над планетой, он и тратит свой вес, так как в царстве четвертого измерения властвует гармония, совершенство, радость, изобилие, процветание и блаженство. И таких понятий, как проблема, болезни, печали, нехватка и неудачи, ему неведомо. И это царство называется Вселенской сокровищницей знаний, мудрости, изобилия и богатства, из которого черпали свои знания, гениальные идеи, мысли и образы многие великие люди всех времен. Эйнштейн, Шекспир, Эдисон, Моцарт, Сократ, Генри Форд, Бетховен и многие другие. И многие другие люди, которым она принесла то, о чем они мечтали – и миллионные, и миллиардные состояния, а также процветание, гармонию, любовь, признание и славу. А все начинается с веры. Интеллект не имеет никакого отношения к истинному процессу открытия. Происходит скачок сознания. Назовите это интуицией или как-либо и иначе. И неизвестно, откуда и почему к вам приходят решения. Это слова Альберта Эйнштейна, физика Нобелевского лауреата. Многие великие преуспевающие люди пользовались и пользуются своей интуицией, и все свои успехи связывают именно с ней, так как наше сознание содержит только наш личный опыт и знания, а наше подсознание имеет доступ к неограниченному источнику знаний, в котором можно черпать гениальные идеи, новые открытия, ответы на все интересующие вопросы. А что такое гениальная идея? Это миллионное или миллиардное состояние, которое уже удалось сделать многим преуспевающим людям в наше время. Еще сто лет назад было гораздо труднее заработать на одной идее, а сегодня это реальность нашего дня. Компьютерные технологии и интернет являются подтверждением этого. Кстати, еще Вильям Джеймс, известный американский психолог, утверждал, что подсознание – это движущая сила Вселенной, что она обладает бесконечным разумом и безграничной мудростью. И кто знает, может быть, именно вам суждено стать следующим миллионером. А почему бы и нет? Вы хотите этого? А как насчет веры? Вера и полное доверие Вселенной ведет к исполнению самых заветных желаний. Когда вы доверяете жизни, вы оказываетесь именно там, где мечтали оказаться. Нужные люди появляются волшебным образом и как-то само собой решаются все вопросы и задачи. Подключившись к Вселенскому духовному источнику о мудрости, изобилии и силы, человек удивительным образом обнаруживает скрывавшиеся до сих пор таланты, способности, и каким-то волшебным образом появляются новые возможности, открываются удивительные перспективы. И он удивленно говорит, а где же это все было раньше? Почему я этого не видел и не замечал? Жизнь научила меня больше доверять интуиции, а не бизнес-планам, разным и разным, вроде бы, точным расчетам. Безошибочно спланировать можно только тривиальное дело, сотовый вариант чего-то, не имеющего новизны. Новаторские шаги математически рассчитать невозможно. Вот что пишет в своей книге известный предприниматель Владимир Довгань. Кстати, миллионер.